Президентский лимузин в окружении эскорта из мотоциклов. Такую картину наверняка видел каждый. Главу государства так сопровождают также и в нашей стране. Полицейские байкеры присутствуют при каждом государственном визите высокопоставленных гостей. Специализированный батальон это структура МВД. Мой коллега Рауль Габитов расскажет подробнее. Сейчас проходят тренировки учебные. Эти люди полицейские, но не совсем обычные. От других коллег они отличаются тем, что ездят на мотоциклах и сопровождают президентов разных стран. Так, например, полицейский эскорт задействовали во время визита в Астану Папы Римского, Си Цзиньпина, Реджепа Эрдогана и многих других. Передвигаются офицеры в колониях. Важная часть сопровождения – не сойти с маршрута, держать равновесие и следить за безопасностью охраняемого. Какие-нибудь правила есть во время сопровождения? В первую очередь это дисциплина. Если не будет дисциплины, не будет ничего. Вообще не будет синхронности. Это не просто так. Сел и поехал. Каждый может быть, ну не каждый, но может быть там 70% лиц, которые могут ездить на мотоцикле. Но здесь совсем все по-другому. Здесь синхронное управление, здесь, во-первых, порядок. Слушать, 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 слушать. В мире почетный эскорт мотоциклистов появился в середине прошлого века. Первое время его функцией было только сопровождение лидеров государства и высокопоставленных гостей из других стран. Затем постепенно стали добавляться и более серьезные задания. Например, в случае нештатной ситуации задача эскорта – плотно окружить и прикрыть со всех сторон главный автомобиль. Какими видами мотоциклов управлять умеете? Или это не имеет значения? Это не имеет особого значения, виды мотоцикла, так как этот мотоцикл, он считаю, крупноговоритный. На нем сложнее ездить, чем на остальных других, нежели на спортивных, на эндурах. На нем сложнее, потому что он побольше, он потяжелее. Если, можно сказать, ты ему умеешь управлять, то и на остальных будет полегче. В столичном взводе больше 10 профессиональных мотоциклистов. А чтобы попасть в их число, сотрудникам необходимо иметь безупречную репутацию, особые навыки вождения и пройти специальные курсы. Только после жесткого отбора стражи порядка получат заветные мотоциклетные шлемы, соответствующие обмундирование и своих железных двухколесных коней. Со дня формирования данного подразделения мой отец, мы как династия, он работал в данном подразделении, в данном взводе тоже был эскортником, то есть сопровождение охраняемых лиц на автомобильном, наследном транспорте. Поэтому как честь, как продолжение своего отца, я считаю, для меня это многого стоит. Так как сотрудников спецбата привлекают только во время госвизитов, в будние дни они занимаются основной деятельностью. Патрулируют улицы, регулируют движения на закрепленных участках и следят за соблюдением порядка в городе. Рауль Габитов, 24КЗ